Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин пампится после вчерашней просадки. Растет он потому, что многие инсайдеры подняли свой прогноз с 90% до 99%. Они дают 99,9% шанс на то, что спотовый биткоин ETF будет одобрен уже в начале следующего года. Один из крупных управляющих активами, который подал заявку на спотовый биткоин ETF, Bitwise, только что запустил ролик, рекламирующий биткоин ETF. В нем фигурирует самый интересный человек в мире. Очевидно, что это очень взволновало криптовалютный рынок. Спотовый биткоин ETF – это одна из самых долгожданных вещей, которые произойдут на криптовалютном рынке. Но некоторые люди задаются вопросом, а является ли это событие тем, которое называют «покупай на слухах, продавай на новостях». Крайний срок принятия решения комиссии по ценным бумагам и биржам США по биткоин ETF наступает в первом квартале 2024-го. И именно поэтому четвертый квартал этого года был очень бычьим. Если на этой новости произойдет распродажа, я просто продолжу покупать. Я инвестирую в биткоин на долгосрочной перспективе. Я усредняюсь по доллару и держу. У нас будет спотовый биткоин ETF, и когда его утвердят, ожидая движения на 25-30%, люди закупаются наперед, и поэтому я думаю, что мы можем ожидать движения до 37 тысяч долларов на этой новости. Надеюсь, что ошибаюсь. Я думаю, что мы увидим фиксацию прибыли, большую просадку, а затем рост до новых вершин. Да, управляющий активами Bitwise, который подал заявку на запуск спотового биткоин ETF, сегодня внезапно опубликовал рекламу своего биткоин ETF, хотя его даже не одобрили. Пока что. Знаете, что в эти дни интересно? Биткоин. Приходите в Bitwise, друзья мои. Этот рекламный ролик посмотрело уже 2 миллиона человек. У себя в Телеграме я писал, что после такого невозможно представить, что биткоин ETF не будет одобрен в США. Затем я задался вопросом, а будут ли другие рекламировать свои ETF? Ну, конечно, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, все они собираются вкладываться в рекламу своих биткоин ETF. Они собираются привлечь массы к ним. То же самое ожидает и Ethereum ETF. И люди думают, что это коррекция, которую мы наблюдали вчера, это что-то весомое. Спустя несколько лет мы забудем о ней. Но зато всегда будем помнить, насколько были напуганы, чтобы не покупать все, что стоило меньше 20, 30 и 40 тысяч долларов. Но это если мы говорим про таймфреймы в 5 лет и больше. Но сейчас я хочу поговорить о том, что на краткосрочной перспективе нас ожидает что-то весьма странное. Да, новый масштабный рекламный ход для биткоина только что состоялся. Но, возможно, ты позабыл, что это происходит не впервые. Например, 16 февраля 2018 года криптовалютная площадка eToro, которая на тот момент хайпила везде, где только можно, выпустила этот рекламный видеоролик. Тогда все были в шоке, насколько масштабным было это событие. Люди думали, вау, весь мир наконец-то узнает о криптовалюте. Возможно, узнавшие о ней придут в eToro и инвестируют в биткоин и криптовалюту. Они думали, что биткоин продолжит после этого расти и криптовалютный рынок взорвется еще больше. На графике выход этого масштабного рекламного видеоролика совпал с этим локальным пиком биткоина вот здесь. Затем, под конец октября 2018 года eToro выпустила еще одну рекламу биткоина. Кристиан, Кристиан, приятель, иди-ка сюда, посмотри, сколько здесь рекламных предложений. На графике биткоина это было вот здесь. Представь себе, что ты несешь на спине великолепную дизайнерскую дверь, смотришь в камеру и говоришь «Ходдл». Нет. Да-да, вы правы. Обрати внимание на то, как это было снято. И кого они взяли на главную роль в этой рекламе? Это же Ходдор из «Игры престолов». Да, на эту рекламную кампанию биткоина повлиял сериал «Игра престолов», который на тот момент был на пике своей славы. Этот видеоролик везде рекламировали как то, что Ходдор из «Игры престолов» снова держит биткоин. Больше никакого несешь. Не произнеси это слово вообще. Я серьезный актер, я намного глубже. Почему вы не можете подарить мне что-нибудь офисное, например, с галстуком? Начали. Биткоин рушится, мы должны продавать биткоин это пузырь. Ходдл. 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 В момент выхода этой рекламы 90% людей подумали, что это приговор медведям. Они уже все продали и ушли с рынка, больше никаких медведей. И эта масштабная на тот момент реклама вышла. Она вызовет вирусность, заражение распространится, возможно, даже на фанатов сериала «Игра престолов». Что приведет к огромным покупкам на рынке. Вот где вышла эта реклама. Спустя несколько недель после этого биткоин упал на 50%. Следующее масштабное для криптовалюты событие произошло в апреле 2021 года. Это IPO Coinbase, когда эта криптовалютная компания стала первой в мире публично торгуемой компанией от мира криптовалюты. И да, технически это не было рекламой биткоина, но событие приобрело такой масштаб, что Coinbase буквально светился со всех экранов на главной площади Нью-Йорка. А объем упоминаний в СМИ и осведомленности людей затмил все, что мы знали до этого. Бобби, Бобби, позволь мне остановить тебя прямо здесь. У нас здесь срочные новости. Только что открылась торговля акциями Coinbase. Посмотри на график. Где это было? Вот здесь. Это было на вот этом пике. Далее, в феврале 2022 года вышла реклама FTX. Это безопасный и простой способ войти в криптовалюту, да? Я так не думаю. И я никогда не ошибаюсь в таких вещах. Никогда. Не будь как Ларри. Не пропусти следующую большую вещь. FTX. На графике цены биткоина это было где-то вот здесь. А затем был коллапс FTX и крах цены биткоина. Последний на том медвечьем рынке. Да, биткоин рекламируется даже одними из крупнейших управляющих активами. Биткоин представляет как биржевой финансовый продукт, который в скором времени можно будет купить с помощью ETF. А достаточно просто прийти в Bitwise и попросить. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этом всем. Прямо сейчас напиши. Веришь ли ты в то, что биткоин достиг локального пика и каковы его цели дальше? Пойдет ли он на 48 тысяч долларов или на 35? Давай проголосуем в комментариях. Кстати, Coinbase только что тоже запустила криптовалютную рекламу. Это система Эмма. Мы рождаемся в ней. Время обновить систему. В связи со всем этим, ожидаю ли я продолжения отката? Ну, во-первых, я только что понял, что все эти предыдущие рекламные кампании были для криптовалютных бирж, которые уже работали. Эта же реклама Bitcoin ETF предназначена для продукта, который еще не запущен. Люди еще не могут в него инвестировать. Это уже отличается от прошлых ситуаций. Поэтому для меня аналогии не выглядят стопроцентными, но очень похожими. Я имею в виду, что коррекции это обычное дело. Мы видели их даже на этом росте. Смотри, коррекция на 23%. Еще на 20%. И здесь на почти 20%. Сейчас мы упали только на 6%. На мой взгляд, было бы вполне нормально упасть хотя бы на 20%. Это позволит нам достичь отметки в 35 900 долларов за Bitcoin. Я надеюсь на это. Я желаю этого. Ведь это будет прекрасной возможностью для того, чтобы купить. Но что может заставить цену опуститься ниже? Разворот ФРС США. Мы начали рассматривать возможность смягчения нашей политики. Для меня это реальная неизвестность и неопределенность. Джером не заявил точно, но говорит о возможности. Инвесторы очень не любят неопределенность. Если мы оглянемся назад в историю, то поймем, что ФРС США склона к завышению процентных ставок. Это означает, что в какой-то момент рынок привыкает к повышению ставок и перестает реагировать на нее так, как это делал раньше. Обычно после этого мы не видим спада на рынке до тех пор, пока ФРС не изменит свою политику. Возможно, именно это видео раскроет нам глаза на то, в чем кроется реальная причина того, что ФРС США была вынуждена начать разворот. Помните банковский кризис, который случился в марте, о котором все вдруг перестали говорить? Причиной внезапного прекращения кризиса стало то, что ФРС США создала в марте программу банковского срочного финансирования BTFP. Эта программа позволяла банкам брать кредиты на срок до одного года, чтобы у них была ликвидность. И к концу марта ФРС США предоставила банкам 60 миллиардов долларов, фактически предотвратив усугубление кризиса. В результате индекс, который отслеживает акции региональных банков, с тех пор вырос на 50% от своих минимумов. Я говорю вам об этом, потому что количество кредитов, выданных в рамках этой программы, является публичной информацией, и они обновляют ее раз в неделю. Из любопытства ради я заглянул туда, на днях и оказалось, что 60 миллиардов долларов экстренного финансирования банков с тех пор удвоилось до 121 миллиарда долларов. Причем 7 миллиардов долларов были выделены только на прошлой неделе. Не забывайте, что это кредиты, которые должны быть возвращены. И по идее, за 8 месяцев после начала финансовой помощи, если бы кризис действительно закончился, эта цифра должна была бы уменьшиться. Увиденное меня определенно насторожило, но я не считал это достаточным основанием для создания видео, поэтому просто держал это в голове. Но вчера глава ФРС США Джером Паул дал понять, что ФРС может снизить процентные ставки раньше, чем ожидалось. И сегодня инвесторы делают ставки на то, что вероятность первого снижения ставки в марте составляет 70%, в то время как неделю назад она составляла всего 10%. Итак, к чему я все это веду? Банковский кризис и программа BTFP возникли из-за высоких процентных ставок, в результате чего банки понесли убытки по своим облигациям. Чтобы стабилизировать ситуацию, ФРС выдала банкам экстренные кредиты в марте 2023, которые должны были начать выплачиваться в течение одного года до марта 2024. Именно в этом месяце инвесторы прогнозируют первое снижение процентных ставок. И имейте в виду, что без снижения ставок в марте 2024 года шансы на возвращение тех кредитов, которые ФРС выдала банкам, очень низкие. Если сложить все это вместе, то возникает вопрос, а не потому ли ФРС США сигнализирует нам о том, что снизит процентные ставки уже в марте и именно по этим причинам? То не окажется ли это понижение ставки слишком поспешным и не ждет ли нас вторая волна инфляции, как в 1970-х годах? ФРС отчаянно пытается не перегнуть палку, не допустить повторения истории и запустить застоявшийся рынок до того, как мы увидим очередную рецессию. Но лично мне кажется, что на пути биткоина к новым историческим пикам, максимум, на который может рассчитывать эта история, например, повторение второй волны инфляции, это просто новая, очень быстрая коррекция биткоина на 20-30% на этих новостях, но не более того. На длинной дистанции это даже может подпитать его рост. Но вот что действительно может напугать рынок, это история вокруг тезера USDT. Россия запускает цифровую трансграничную платежную платформу. Они собираются использовать EXVET, местную платформу цифровых расчетов для оптимизации международных платежей с использованием криптовалют, в частности тезера USDT. В скором времени они начнут использовать тезер USDT для беспрепятственных трансграничных транзакций. Фактически тезер USDT прямо сейчас принимается Россией для международных и трансграничных платежей. Российская компания EXVET запускает сервис трансграничных платежей на базе стейблкоина USDT с целью предоставить всем желающим возможность внедрять цифровые платежные услуги, особенно для трансграничных и международных платежей. Платформа обеспечит взаимодействие между предприятиями B2B, позволяя российским импортерам и экспортерам легче размещать и выполнять иностранные заказы. Это значит, что с одобрения Центрального банка РФ и Министерства финансов в этой стране созданы более благоприятные условия для трансграничных платежей с использованием цифровых активов. Такая платформа на самом деле может использоваться и для обхода санкций. И здесь логика подсказывает закономерный вопрос, а не поставит ли это сам тезер USDT под удар со стороны Соединенных Штатов. И несмотря на то, что тезер максимально прогибается под американские власти, например, предоставив доступ к своим платформам ФБР и секретной службе США, такая вероятность на самом деле есть. Будем следить за информацией и все обновления будут появляться на этом YouTube-канале и в Telegram-каналах по ссылкам в описании. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok